В начале глава региона рассказал об основных показателях. По индексу промышленного производства Рязанская область занимает 10 место в Центральном федеральном округе. Он составил 104% к 2017 году. За 2018 год в регионе на 0,7% снизилось число безработных. Одна из тем волнующих рязанцев – ремонт очистных нефтеперерабатывающего завода. В 2013 году между правительством региона и Роснефтью было заключено соглашение о сотрудничестве на пять лет. Одним из пунктов была реконструкция очистного комплекса 2017 года, но эти работы не были выполнены в срок. Теперь их обещают завершить в 2022 году. По имеющейся информации готова основная часть комплектов проектной документации. Проектная документация прошла государственную экспертизу. К непосредственной реализации работ РНПК пока не приступал. Сейчас регионом разрабатывается новый проект соглашения с компанией и одним из его основных пунктов вновь станет реконструкция очистных сооружений. Мы планируем его подписать на Петербургском международном экономическом форуме. Рязанская область по итогам года заняла первое место и по темпу роста строительства жилья в ЦФО. Однако не все проблемы обманутых дольщиков решены. В прошлом году проблемных домов было 17, проблемы 11 из них решены. Выявлены еще два дома, застройщиками которых нарушены сроки сдачи. Это ООО «Инжстрой» и ООО «Никострой». 147 договоров. Вместе с этими компаниями мы ведем поиск выхода из сложившейся ситуации. По оставшимся проблемным объектам работа будет завершена в течение 2019 года. Еще одна тема строительства дорог. Чтобы вывести транзит из Рязани, нужна окружная. Уже идет подготовка документов к строительству второго и третьего этапов северного обхода Рязани. Ожидается, что строительство проведут в рамках государственно-частного партнерства. Глава региона коснулся в отчете судьбы санатория «Сосновый бор». Там планируется открыть реабилитационные центры, где медицинскую помощь и социальную реабилитацию смогут получать семьи, находящиеся в трудно-жизненной ситуации. Депутаты во время обсуждения задали вопрос о кресле мэра города. Николай Любьев высказался за то, чтобы конкурс был объявлен в ближайшее время.